Здравствуйте! Сегодня в студии для вас работает депутат областного собрания Александр Дятлов. В прошлый раз мы вас спрашивали, нужен ли федеральный закон, который будет лишать депутатов мандатов за отсутствие на сессии. 100% опрошенных ответили «Да, нужен», 0% «Нет, не нужен» и 0% «Затрудняюсь ответить». Впервые наши зрители и читатели Двины Информ оказались столь единогласны во мнении. В прошлую пятницу мы с депутатом областного собрания Екатериной Поздеевой внесли соответствующие два законопроекта в областное собрание. Один из них касается прогулов депутатов нашего областного собрания. Второй – законодательная инициатива в Государственную Думу, которая позволит лишать мандатов депутатов городских и районных собраний, то есть поселенческого уровня. Данные инициативы мы разработали после того, как подобная инициатива была принята на федеральном уровне и касается прогулов депутатов Государственной Думы. Что же мы предлагаем? Законопроектам предлагается дополнить соответствующие областные и федеральные законы новой статьей, в соответствии с которой депутата областного собрания или муниципального образования можно будет лишать депутатских полномочий за непосещение сессии областного собрания, за неучастие в работе комитетов областного собрания или муниципального органа власти, а также за его отсутствие в избирательном округе. более 30 дней. Конечно, есть разница между депутатами Государственной Думы и депутатами Архангельского областного собрания или муниципального образования. Главное отличие – все депутаты Госдумы работают там на так называемой профессиональной основе, то есть это их основная и единственная работа. На уровне региональных парламентов и муниципалитетов таких депутатов очень мало. Например, в областном собрании 17 из 62, в Северодвинске и Архангельске 2-3, на районном уровне по одному депутату. Но тем не менее, эти люди обязаны присутствовать на сессиях, участвовать в жизни жителей своего округа и работе комитетов. Все чаще приходится слышать истории, что люди не могут найти своего депутата днем с огнем. Порой эти люди даже живут в другой стране. Недавно была озвучена статистика по посещению сессии депутатами Городской Думы Архангельска. По итогам прошлого года явка парламентариев на сессии немногим превысила показатель в 80%. Депутатские комиссии в среднем посещали чуть более 60% народных избранников. Тем временем в Европе разгорелся скандал. На спикера польского Сейма завели уголовное дело по причине того, что он не прекратил сессию, когда увидел, как один коллега голосует и за себя, и за другого коллегу по фракции. Несмотря на то, что сделано это было по просьбе коллеги депутата, голосовавшего за себя и за того парня, призвали сдать мандат. Очень часто мелькают фото, как депутаты отсутствуют целыми рядами и голосуют друг за друга. Случается такое у нас на сессиях. Как я уже говорил, на последней сессии областного собрания часть депутатов по неизвестным причинам покинула зал. Председателю областного собрания пришлось прерывать сессию, самому обзванивать коллег депутатов, отсутствующих, чтобы они вернулись в зал и можно было продлить сессию. В результате сессия была задержана на 20 минут. После этого и родилась наша инициатива призвать депутатов к ответственности. И еще одна интересная новость, которая поступила совершенно недавно в Архангельское областное собрание, это ответ правительства Архангельской области на нашу инициативу и инициативу города Архангельска о закрытии наливаек. Мы говорили о том, что количество наливаек в городе Архангельске тоже растет с большой скоростью, их уже более 90. То же самое происходит и в городе Северодвинске. И вот что нам ответил правовой департамент правительства региона. Проект постановления в части установления дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на предприятиях общественного питания не разрабатывается в свете существующих социально-экономических и политических условий. Ответ из серии денег нет, но вы там держитесь. А теперь переходим к опросу. Могут ли депутаты голосовать друг за друга при отсутствии в зале заседания? И три варианта ответов. Да, могут, нет, не могут и затрудняюсь ответить. Мы ждем ваши ответы в социальных сетях в Facebook и Вконтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. На экранах телевизора вы видите адрес нашей электронной почты. До свидания и всего вам доброго!